Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Поговорим сегодня о личном пространстве и о границах. Нужно ли их выстраивать и как это делать? Когда заходит разговор о личном пространстве, я всегда смотрю на свое пространство, какое оно, насколько оно личное и как оно соприкасается с другими пространствами. И вот мне всегда хотелось, чтобы пространство было таким вот большим, радостным и свободным. И я создаю такое пространство. Я его называю пространством любви, исцеления и счастья. Я очень часто повторяю это как мантру. Создаем пространство любви, исцеления и счастья. И еще добавляю то, что мы удаляем оттуда все негативные заряды, которые там имеются. Личное пространство это то, что ты чувствуешь как свое, как то, что ты можешь создавать, вносить туда какие-то правки, коррективы, то есть действовать там так, как тебе хочется. Если кто-то другой начинает строгаться в это пространство и делать там какие-то те вещи, которые тебе не нравятся, то хочется этого человека оттуда удалить, изгнать и удалить все то, что он там наделал. Вы наверняка чувствовали такое, когда кто-то приходит к вам домой и начинает там, ну не знаю, делать то, что вам не хочется. Отпускать какие-то едкие замечания или брать вещи без спроса или куда-то заходить, куда вам не нравится. Вот это все мы рассматриваем как вторжение в личное пространство. Но бывает и гораздо проще, когда вы общаетесь с человеком на улице или где-то в офисе или дома, и он начинает там делать то, что вам тоже не нравится, там говорить что-то о вас, какие-то отпускать, там тоже осуждение как-то, говорить какой вы, да, то есть что вы там что-то неправильно делаете или не ведете себя как-то не так. То есть все это тоже ваше пространство. И вот как же опять же сделать? Говорят, выстраивайте границы, то есть сделайте, что можно делать, а что нельзя делать. Вот. Когда вот говорят о границах, у меня всегда появляется такое вот, я смотрю на карту нашего мира и смотрю, сколько там границ проведено. То есть существуют совсем крошечные странные государства, существуют огромные. И нужны ли эти границы? Если бы люди, например, могли уважать и ценить себя и друг друга, другого человека, то нужны ли вообще все эти границы? И кому они нужны? Зачем это все разделение? Вот. Границы нужны только тогда, когда вы не можете договориться и ладить с друг другом. Вот тогда нужны границы. То есть границы поставить и сказать, о, давайте теперь будем делать вот так вот, да, то есть это моя граница, это моя частная собственность, сюда не заходи. Здесь я хозяин и здесь я буду решать, что делать и как это делать. Вот это вот и есть вот это вот границы, да, то есть они появляются тогда, когда люди просто теряют осознанность и начинают нарушать. Вот простые вещи, которые связаны с гармонией, с радостью, с счастьем, которые помогают людям понять лучше друг друга, которые помогают видеть в себе и в другом полноценное духовное существо. И когда мы можем это видеть, когда мы вот относимся к себе и к другому с принятием, то тогда эти границы просто не нужны. То есть мы чувствуем другого, как самого себя. И вот в этом состоянии единства как раз убираются границы. То есть мы чувствуем, что мы можем делать все то, что мы, ну, как бы сделали бы для себя, мы делаем и для другого. Даже если что-то, например, другому не нравится, то, что мы вот сделали, всегда можно, ну, поговорить, объясниться и прийти к пониманию, как делать дальше. Вот тут ключевую роль играет разумность. То есть в разумном, осознанном состоянии людям не нужны вот эти вот границы, а они могут действовать как одно общее целое в этом состоянии единства. И я как раз веду людей в это состояние единства с помощью простых процессов, которые помогают человеку больше понять себя, увеличить осознанность, убрать негативные заряды. Эти процессы так и называются процессинг. Вот они делают то, что вызывает у человека прилив энергии, но не каким-то искусственным способом, а за счет того, что восстанавливается его естественное состояние. И эти шаги шаг за шагом, они ведут к полной свободе. То есть они так и называются мозг к полной свободе, потому что они постепенно повышают осознанность человека. То есть делают его более осознанным, разумным и радостным. И, конечно же, тогда у человека появляется больше своего личного свободного пространства, где он может действовать полностью осознанно, гармонично и легко, где он может достигать гораздо большего, чем он достигал, когда он был скован, нерадостен, когда ему было плохо. Вот расширяя границы своего пространства, вы как раз и получаете это состояние свободы. Поэтому просто сделайте практику, попробуйте быть в течение дня осознанным и подмечать, что происходит с вами, что с другим человеком. И чувствовать и себя, и другого. И таким образом находить контакт с другим. То есть не нарушая чужие границы и не давая нарушать свои границы. Постепенно дайте возможность этому пространству соединиться, чтобы не было границ. Вот такие практики мы делаем на наших занятиях, например, по тантре. И когда границ нет, то вы чувствуете, как это происходит объединение, как наступает состояние настоящей любви, там, где нет границ и там, где есть соединенность. Когда вы сделаете практику, запишите ваши ощущения, что у вас получилось, и вышлите в личном сообщении или в комментариях к этому видео. Все контакты мои будут указаны под этим видео в описании. И, конечно же, если это видео вам было полезным, понравилось, поставьте отметку «Нравится». Подпишитесь на мой канал, если еще этого не сделали. И поделитесь видео с вашими друзьями. Колокольчик для напоминаний о новых видео. Они выходят на моем канале ежедневно. На этом, друзья, мы будем заканчивать на сегодня. А вы посмотрите те видео мои, которые на моем канале. Они сейчас появятся как раз за секунду до окончания этого видео. Вот, посмотрите, они будут здесь, как раз в этом углу. Вам всего доброго. До скорой встречи в следующем видео. До скорой встречи в следующем видео.